Сегодня велосипед – один из самых популярных и удобных средств передвижения. А потому создание максимально комфортных условий для развития велоинфраструктуры – важная задача. В Бресте для её реализации сделано уже немало. Созданы парковочные места, выделены дорожки на тротуарах и проложено ровное покрытие. У нас утверждён генеральный план и детальный план центральной части с схемами велодвижения, как на уровне города, так и на уровне центральной части вместе с крепостью. То есть у нас везде показано, как будет развиваться велодорожная сеть. Параллельно, я знаю сейчас, что эти общественные организации предлагают утвердить концепцию велодвижения в городе Бресте. И как раз она уже подготовлена, и в этом году планируется её утверждение, её презентация. Поэтому теоретическая база, мне кажется, и документальная она сегодня есть. Всё, что новое сегодня строится, новые улицы, новые путепроводы, они строятся с учётом велодорожек. Дорожные, шоссеные, горные и туристические. О том, что сегодня большое количество людей пользуются различными видами велосипеда, отмечает и Марина Чиж. Активистка движения за «Велобрест» подчёркивает, по статистике, сегодня в городе над Бугом около пяти тысяч горожан практически ежедневно используют велосипед. По нашим исследованиям, по опросу, 27 тысяч велосипедистов в Бресте, точнее, не велосипедистов, а людей, потенциальных велосипедистов, хотели бы пользоваться велосипедом. Будь на это комфортные и, самое главное, безопасные условия. Хочется сказать всем, что вся информация о развитии велосипедного движения в Бресте находится у нас в группе «Завела Брест». Группа находится в социальной сети ВКонтакте. Там вы найдёте и все новости, касающиеся развития велоинфраструктуры, и наши выезды за границу по обмену опытом с нашими коллегами велосипедными там. И вы узнаете о всех массовых покатушках, и о фестивалях, и о различных форумах велосипедных. То есть, обо всём том, что происходит в нашем городе и во всей Беларуси по развитию велосипедного движения. В Бресте уже не один год реализуется концепция симбиосити «Умный город». В рамках её реализации участники программы пришли к идее развития в областном центре велошеринга – возможности взять на прокат велосипед и оставить его в конечной точке своего маршрута. Обычно подобные прокаты используются для коротких и спонтанных поездок. К слову, в реализацию концепции включились представители горисполкома и группы компаний «Стим», сотрудники ГАИ и «Велоактивисты». Всего в нашем городе планируется установить несколько пунктов проката. «Семь станций по городу. Мы подготовили всю инфраструктурную сеть, то есть велодорожки уже подготовлены. Осталось только расставить станции. Мы это уже не раз анонсировали. Возникает вопрос, наверное, у телезрителей, когда же это будет. Действительно, что касается властей города Бреста, они свою роль исполнили. То есть, инфраструктура, как ещё раз говорю, подготовлена. Ввиду временных финансовых трудностей наших партнёров из города Минска, которые сегодня в этом проекте участвуют как технический сопровождающий элемент, я думаю, к концу года точно, но очень хотелось бы успеть к дню города всё-таки расставить и показать брещанам, что же это такое». Сегодня велосипед – не роскошь и не развлечение. Это транспортное средство. Потому велосипедист наравне с автомобилистами и пешеходами становится активным участником дорожного движения. А благодаря сезонным погодным условиям наблюдается увеличение интенсивности движения велосипедистов, в связи с чем возрастает риск травмирования любителей двухколёсного транспорта. «Согласно пункта 148 правил дорожного движения, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке. При отсутствии велосипедной дорожки велосипедисты могут двигаться по обочине, тротуару либо пешеходной дорожке, не создавая препятствия для движения пешеходов. А при отсутствии уже данных элементов дороги разрешается движение по краю проезжей части недалее 1 метра от его правого края. При этом хотелось бы напомнить, что детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам общего пользования категорически запрещено. Разрешается двигаться по краю проезжей части несовершеннолетним только в сопровождении взрослого участника дорожного движения. Пересекать проезжую часть на велосипеде нельзя. Необходимо спешиваться и, переводя велосипед в руках, переходить дорогу. Это не касается экспериментальной дорожной разметки, выделенной полосы для велосипедистов на проезжей части. Но при этом, как показывает практика, это небезопасно. Мечтать об идеальной велоинфраструктуре в нашем городе пока рано, несмотря на то, что стратегия по ее развитию определена. Работа комплексная и длительная. Однако маленькими шагами мы должны прийти к большому успеху. Велосипед более мобильный, удобно передвигаться, куда захотел, туда поехал. Ну и те же самые затраты, то что на автомобиль, на обслуживание, на бензин и на все налоги, которые велосипед этого не требует. На велосипеде я катаюсь очень давно, потому что это довольно удобно и помогает пересечь довольно большие расстояния за короткий промежуток времени. Это очень удобно. Также это намного лучше, чем ездить на машине, потому что свежий воздух, друзья, это можно поразговаривать, это весело. Я без велосипеда практически не выхожу, потому что пешком ходить сложнее, чем ездить на велике. Преимущество, прежде всего, состоит в том, что это экологически чистый вид транспорта. Когда едешь на велосипеде, ты заботишься об окружающей среде и в целом ущаешь свое самочувствие, здоровье. Как показали исследования, ездить на велосипеде полезнее, чем ходить пешком. Помните, велосипед это транспорт, для любого возраста. Все в вашем желании.